здравствуйте друзья у нас светлана будет некий ритуал сейчас совершать условно так что ты будешь делать света в таком фартуке красивым на фартуке не запачкать клееночка у нас посмотрите чтобы не попачкать ничего значит вот компания килимур которым покупаем краски она предлагает вот такие наборы наборы трех цветов для наружной покраски дома их можно и в принципе использовать для внутренней покраски и тоже дизайнерские подобранные вот такие триптихи которые вот допустим это основной цвет это отделка это дверь например вот основатель отделка дверь ну и у меня в тот момент когда краску подбирала не было вот этих триптихов я только сейчас взяла я триптихами назвал но троек но но мысль у меня такая была что один я хочу зеленый отделку такой вот немножко светлый и темные 2 то и вот значит мы взяли некоторые сын не знаю мне удалось их подобрать правильно или нет вот это такой вот зеленоватый это пробники да да это минимальная там еще банку у тебя стоит она дата дверь минимальный размер который продается для того чтобы это сам попробовать эти краски к ним можно взять вот бесплатно такие картонки которые уже за как сказать прайм за грунтовыми да и вот на этих вот дощечках можно попробовать цвета а с обратной стороны покажи что а с обратной не грунтована белая а вот можно попробовать как эти цвета будет и будет выглядеть прям как как натурально по крайней мере их можно друг с другом сложить посмотреть и так да вот этот третий цвет такой твой план какой ты хочешь полностью покрасить целую картонку или кусочек нет нет конечно потому что три картонки полностью да да значит а вот эти все краски делались на моих глазах это стандартные краски для их смешивали на мои глаза потом их забили молотком вот я попросил чтобы мне дали специально как молотком ездить но ты крышки не откроешь ох ты господи их нужно это с нами вот эти вот палочки так что это за палочки тоже бесплатно и ножик дает ключ вот такой дает бесплатно ключ покажи ключ как отвертка что ли не специальный ключ откроет эти банки когда они молотком деревянным таким забиты так не откроешь иначе деревянный молотком слабо так вот а это такие штуки дело в том что поскольку они на центрифуге простились а уже сколько-то дней стояли их нужно обязательно перемешать просто замер для замесу или замесу да палочку этой палочкой тут открываем красочку таки открывается светлой тоже женскими нежными ручками друзья когда технологии это продумано прекрасно все открывается хорошо давай глянем что там не такая серо-буро-малиновая краска которая уже осела теперь мы ее будем размешивать я хочу сказать ребят что мы сегодня зашли в магазин келли морг мы там были некоторые вот буквально 15 минут назад мы там еще были мы купили вот эти кисточки я бы так это назвал такая с поролоном на концерт этот поролон специально чтобы вот такие пробнички для пробничков красить но вот это у нас получилось становится хорошая такая отделка видимо такая она не зеленая что такое отделка у меня одна должна быть зеленоватого цвета что-то она совсем не зеленая но неважно а ты еще какие-то лейблы подготовила да это вот они мне в магазине написали какую краску я купила чтобы наклеить потом на эти картонки воним столь и чтобы не совсем какая-то получилась не такая я ожидал а ты думал она густая будет не это может быть более зеленая а ты давай в общем короче говоря мы начинаем красить так ну если ты отойдешь немножко отсюда так что не было так куда меня то есть ты хочешь сесть именно вот тут именно тут себя придем к себе коробку сейчас подожди коробку все предвину мы готовим рабочее место значит нам нужна одна картонка клеенка вот это можно сказать жертву приносит нет это много раз я использую клинг я уже использовалась неоднократно то есть но тут получается она будет мне нужно салфетки потому что она будет пачкаться хорошо чтобы не размазать такой вопрос чтобы увидеть свет реально краски надо дать высохнуть да надо мало того надо сделать два покрытия два код два покрытия надо сделать вот одно покрытие чтобы высох и поэтому я взяла три кисточки вот чтобы ну что видно что краски не она совершенно не не зеленая понимаешь что-то какой-то я хочу вот такого до болотного такого цвета смотрим как вот для этого собственно пробники нужны потому что когда смотришь на бумажках маленьких она выглядит более зеленой так может быть тебе ее как-то поставить им почти вертикально зачем ну как-то так мне кажется ну не она лучше краситься не она будет краситься очень хорошо и так там же она за это бронтована красочка ложится замечательно такая блестященькая не не она будет потом не блестящая это у нас такой кружок умелые руки но у нас так сказать есть да у нас есть интерес особый то то есть мы не просто так для эстетического ну да может оказаться что банку придется выкинуть если цвет не подойдет вернуть нельзя уже нет но они же на месте делали тебя правильно да и девать ее некуда совершенно конечно это но она стоит по-моему не нашли то рубан то есть понятно я хотела меньше они меньше не дают вот у них нет меньше банок вот это их самый маленький размер чтобы вы свое принести нет они не могут свое в общем это не дают они меньше хорошо мне кажется что достигнуто некоторое почти совершенство так это первый первый код не получилось чтобы пожалели краски который страна в случае чего выкинуть а уголок ты оставляешь но чтобы я просто держать на это правильно никто тебя не осудит никто тебе не осудит я так я последний человек который час и наши зрители могут но в целом они с пониманием относятся к тому что мы делаем да ну вот один допустим сэмп у нас есть есть я хочу эту штучку положить и на него положить кисточку давай потому что нам потом второй раз на банку пока не закрываешь и не закрываешь нам нужно будет второй раз покройте она хороших по данному что теперь другая банка нужно все то же самое делать со второй банкой так светлана берет вторую банку нож ключик 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 чайничек уже открыл ты как-то удивительно идешь за моей камерой то есть вот куда я иду с камерой стать тут же я иду не за камеры я иду так чтобы не открыть крышку я понимаю ну друзья в конце концов не так сложно открыть крышку не такое ощущение свет что можно даже этого и не красить потому что он именно такого цвета как твоя бумажка ничего подобного не смотрится по-другому мы сейчас размещаем а вот я не вижу разницу вот такая я шучу это я шучу я же креативный человек мне нужно пошутить следующую а потом мы выкинем эти до кисточки они ты знаешь что я их помою чё их выгиб я на кисточку она молодой прям смоется да вон у меня стоит кисточка старая она была раньше да третья кисточка ночи да отличается по цвету отличается она более серенькое это видно ты налей сразу краски много чуть-чуть послушаем понял я пытаюсь оптимизировать процесс я друзья кто не знает был на четвертом курсе я был редактором факультетской газеты я думал что никто не знает никто не знает факультет автоматической электросвязи в институте связи газета делалась на семи листах ватмана была такая инсталляция на стенке на каком-то этаже там на третьем этаже что уволенствует связи там такие пластиковые стояли держался и в эти пластиковые держалки вот так в конверт бумажка кладется значит вставлялись вот эти вот листы в атмана и периодически менялись они как правило не менялись все семь они менялись там по 1 делались там тут менялось там меняются таки будет математически хотя были большие мероприятия как вот какая-то комсомольская аттестации как ты это называлась сейчас не помню когда делали сразу все семь и там чуть ли не всю ночь там сидели значит художники там рисовали волонтеры все на волонтерских началах на комсомольских а я у них был главный редактор этой самой газеты за что и пострадал я неоднократно и сильно вот сами понимаете такого как меня подпустить до один раз у нас первая ласточка была это когда нарисовали здесь такой телефонный аппарат старой конструкции вот такой на длинные ножки когда они нарисовали художник был юморной и он нарисовал значит туалет телефонный аппарат конструкция такая виде туалет на сливной бачок там наверху значит на нем трубка телефонная лежала значит а вот это вот седалище там был номеронабиратель вообще была очень смешная картинку видно но я не знаю это очень оскорбило ветеранов партии которые проходили по коридору они всегда ветераны и у них такая манера была ходить не там где надо и вот они все сразу углядывали тут же они и вытащили сами ветераны не дожидаясь в общем ну это мелочь это мелочь такая я тогда поскольку никто писать статьи не хотел так я за них еще статьи писал ужас но вот так вот ведь это фактически таким был блогером на семи листах да но почему я начал вот этот процесс так напомнил мне как я был редактором газеты я любил гуашью грунтовать грунтовать листы ватмана листы ватмана не были белыми то есть газеты не было на белых листах а значит я выклюкивал эту баночку значит на лист ватмана сейчас я пытаюсь вспомнить чем же я ее там тряпкой развозил это то ли тряпочкой то ли губка у меня было для этого да но я с большим удовольствием раскладывал в этом бюро комсомольском раскладывал больше негде был этот лист бумаги и так его значит но это все после после занятий там никого в это время не было особо вот у нас был хороший такой художник прилично нарисовать мог я мог только закрасить это мне даже напоминает немножко как во время вот минских там обсуждения минских соглашений там под донбасским делам как вот александр григорьевич лукашенко он так сопереживал что вот он ходил там кофе им подносил хотя в принципе как будто какашковый цвет не президентское это дело кофе подносить но но это вот он так участвовал вот я также сопереживал и делал вот эти вот ниша я понимаю что расстой рассказываешь но что-то мне цвет этот не очень нравится это же ты выбирала но все правильно уходите гриб когда на маленьких я тебе скажу все это было бы здесь софия она бы тебе сказала а и с женой то же самое вот так выбираешь жену а потом оказывается какашковая какая-то жена и все это намеки нет мужа в смысле выбираешь когда мужа вот и когда выбираешь мужа и думаешь такой себе муж высокий кудрявый понимаешь все отличник они тебе дали этот цвет в соответствии со стандартной трилогии которые у них ничего не болтаешь ты даже не знаешь я пришла с номерами я взяла номера то я понимаю что у меня не было вот этой бумажки я бы сказала бы им номера и все а так я пошла к ним на интернет и там на интернете он смотрелся зеленый а этот смотрелся более ты немножко дала маху немножко дала маху рассказать анекдот не надо ну я расскажу приходит спрашиваю чтобы получить твою опробу приходит жена домой и говорит мужа ты знаешь абрам я сегодня дала маху и он двигает а что этот мах какой-то большой начальник она ведь нет но я потеряла 10 рублей я в другом смысле совсем это уже лучше бы ты дала маху да ну друзья вот у нас получилось 3 коробка коробочки картиночки бледно бледно вот так друзья первый покрас комом так ну давай я чувствую что на поиск это идут так на ляпала все где на ляпала на скотерочку но ничего света можно считать что мы закончили нет ниже 2 код еще 2 код ну давайте так тогда мы сделаем некоторый перерыв я думаю что ты можешь уже второй код не снимать а просто снимешь уже готовый результат но я чувствую так вот то что я сейчас чувствую что нужно что-то не то другие то есть мы но мы давай дождемся когда будет окончательно 2 2 варианты туда заснимем на предмет искать документального подтверждения ну что же вот уже у нас почти два не почти уже почти высох 2 покрас 2 код и так вот она интересно выглядит но мы мы на самом деле поняли чего мы хотим изменить то есть как бы для первого раза своя задачка которая ставилась выполнена вот так и живем